Я даже умею читать по латыни. Правда, вот когда меня носили на руках, меня уронили в грязь прям. И у нас тут целая грязевая побоище. Все кидались грязью. А потом мы пошли купаться в канат. Прям вот так вот, в одежде. Я хочу узнать, как это... Стоп, 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 стоп. Кажите, пожалуйста, Максим, у нас есть от той песни вступление? У нас сегодня прогон с настоящими живыми музыкантами, которые, среди прочего, играют таких экзотических штук, как конюсная арпа, тинвисел и диджериду. Рекомендую их снять покрупнее. Это же самый настоящий средневековый инструмент? Да, конечно. Они повсеместно были. От Англии до Италии. Для этого инструмента начинается наш спректакль. Это смычко на русалки. Никакой современной механики. В игре нужно этим смычком попадать между колками. Это диджериду. Чтобы ее пройти, надо уползти. Это австралийский инструмент. Мы его используем для того, чтобы получить низкий тон. Такой ярко выраженный глубокий. Дома, ребятки, разведите, пожалуйста. Все есть там дома. Не глядите, удачи. Берием. Берием. Денуану будут вниз. Берием. Не буди здесь. А здесь, в этом углу, у вас штаб. Да, можно сказать и так. Отсюда летят ценные указания. Именно тут в бинокль. Потому что изначально, когда мы думали об этом мюзикле, мы думали о том, что зонги поют дети. Я рассчитываю на своих детей. Знаю уже. Это не первый же спектакль, в котором они поют. Жень, Жень, стой. Джон, Кенти. Например, например... Да, настоящий. Сейчас, сейчас, сейчас сделаю. Вашу сцену пошелем. Когда спектакль не состоится. Да, согласен. Кажется, да. И думаешь, ну, блин, сколько ж можно мучить уже бедных этих актеров. Ну, вот, тяжелое учение легко будет. Сирк начну с Жаркова. Жаркоя по-присушке, Жаркоя по-присушке, по-французски, по-антаузски, по-присушке. Ой, курица. Случайно, видать, залетела? Мы ее сейчас уберем. Судовоя, господина. Пошли, строго. Полим ее. Орежем и силием. Принц и нищие. Марк Твен. Как у нас обычно вводится, мы немножко переосмыслили, не то, что переписали, переосмыслили изначальный авторский замысел, так, чтобы автор не обиделся, если бы пришел и увидел. И они меняются этими штуками, и сразу вот этот губ как раз пускается на дорозы, и они начали, и он убегает с торца. Ну, понятно, да, там просто хвост надо оставить. Здесь свет, да, вот такая вот текучая, да. Это и есть мой дом. Скажу, что ты ищешь королевских кровей. Я принц Уэльский. Вот, извините, а я ваша бабушка, Фенофиня Уэльская. За полночь. Все вышли, пожалуйста, на сцену, протеставайте. Да, наверное, бывало, но в данном случае у нас много детей занято, и их ждут родители в 9 вечера. Тут есть какие-то законы, которые сильнее нас. после... Много детей, говорит. ...исперения, после дождя. Непорядочно. Ну, меньше 10, но больше 50. Хорошая атмосфера. Ну, любой спектакль новый, это всегда необычная история. Всегда что-то, что-то, чего и раньше у нас не было. Вот таких инструментов у нас не было, такой декорации у нас не было. Соленская. И формия в си. Си. О-у-у-у-у. Си. Аккушка. Аккушки в малинаном соусе. Си. Не переживай так вот со средневековыми инструментами совместно играть? Первый раз играю. Первый раз? Да. Поэтому необычно. Это очень старинный инструмент. Очень. До бары. Деревенский. До барочной, наверное. Один, правда. Их два обычно. Называется Кастанье. Ты, но это один Кастанье, наверное, не знаю. Вот. Играете вот так. Можно вот. Я играю так. Другую руку я играю здесь, а другой играю здесь. Вариантов масса. Да. Можно еще ноги. Базь, базь, базь. Ноги покажем. Извините, пожалуйста. Вот что будет. Как понятно. Я все сделаю. Вот что мне надо. Субтитры создавал DimaTorzok